Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале Сказочная Деревня и меня зовут Юля. Спасибо вам за то, что смотрите наш канал и не пропускаете рекламу. А сегодняшний видеоролик о субботе. О прекрасной субботе у нас отличная погода, светит солнышко и такой легкий-легкий морозец, примерно минус один, вот так чуть-чуть. Но есть у меня подозрение, что сейчас буквально через час-два уже станет плюс и та дорога, которая сейчас прихвачена морозцем, она так скажется, скажем, расхвасится и будет жижа и грязь опять. Поэтому сейчас утром мы подарили коров и первым делом мне нужно отвезти молоко, для того, чтобы проехать по чуть-чуть подмороженной дороге и не месить грязюку. А также нужно сходить в магазин, купить хлеба, потом уже все остальные домашние дела. В общем, смотрите, я надеюсь, что сегодняшний день вам понравится. Оставили молоко на чудо-столе и поехали дальше. Приехала к магазину. Что хочу сказать? Хочу сказать, что сегодня у нас суббота. И местные жители торгуют, кто чем может. Соленевое варенье я вижу. Куры, молочка, мед. Ну и так помелочь. Так, петрушка, укроп. И лук. Печеньки, печеньки. Лукошко, пломбир. Попробуй, что ли. Так, с ручки. С луком. Суб буду варить детям. Вкусный. Сосиски тульские. Неплохие. 173 рубля, 352 за килограмм. Так, что-то еще мне надо было. Для курицы. И для шашлыка. Есть у меня подозрение, что не успеем мы собакам сварить сегодня-завтра. Но на всякий случай возьму чапи. Килограмм 130 рублей. А пакеты возьму. А то, если вдруг будут гости, вдруг не успеем собакам сварить. А успеем, пусть лежит на всякий случай. Солнце лупит. Так, ну что я вам хочу сказать. Домашние яйца у нас где-то 100-120 рублей продаются машины. Свои. Куры 350 килограмм. Сало. Что-то в районе 500 рублей килограмм соленое. Молоко. Где-то 70 рублей литр, 70-80 рублей литр. Такие средние цены. Но вот смотрю, стою. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Продавцов стоит. За исключением вот рядом продают одежду. Вот девять продавцов стоит, торгует домашними продуктами. Мясом и всем прочим. И кроме них никого и нет. Если честно. Вяло текущий один человек пройдет мимо них в магазин. Как я пробежит, хлеб их схватит и домой. Нет продаж-то. Совсем что-то. Тухло. Сосиски и сырок плавленый взяла. Буду делать быстрый такой суп. Во-первых, вкусно. Во-вторых, быстро он с сосисками, с плавленым сыром. Дети очень любят. Вот если дети ничего не едят, я им такой варю сыр. Ну и самим горяченького на обед. Самое главное, что делать это недолго, потому что времени у меня сегодня в обрез. Поэтому, Юля, хорош трындеть. Поехали тебе еще салат стругать. Вчера все сварила. Сделала селедку под шубой и сделала мимозу. Сегодня надо сделать все закуски. Сделать оливьешку. А еще вчера сняла ногти. Видите, все. Пора им отдохнуть уже. Не буду больше красить. Немножко они стали такие тоненькие. Поэтому пора им отдохнуть пару месяцев. Без маникюра обойдемся. Все, Юля, поехали хорош ногти показывать. Приехала домой. Сумки тяжелые. Картошки еще купила. Всю картошку, что вчера купила, ушла на салат. А еще Станислав Юрьевич пожарил. Картошка кончилась. Купила еще сетку картошки. По 20 рублей она у нас. Не хочу тащить сумки. Что надо сделать? Правильно вызвать Чипа Дейла. Ну вот, пока с соседкой по телефону проговорила, Чипа Дейл мой уже унес сумки. У меня прям какое-то, знаете, если честно, блогерское горе. Прям горе-горе. Потеряла свою селфи-палку, на которой вот держу телефон, чтобы снимать. Не могу найти ее уже целую неделю. А держать рукой вообще неудобно. Я вообще не знаю. Слышно вам там что-нибудь или нет? Еще ветрище такой. Соседка предлагает купить семена сидирата, которая называется Вика. Люцерна очень дорогая, 500 рублей килограмм. А Вика что-то в районе там 70 рублей за килограмм. А я вот не знаю, можно эту Вику косить корову? Ну, на зиму. Кто-нибудь знает, подскажите. Что-то... Похоже на суп-то не остается, да? Суп-суп, да. Ты суп хотела, я делаю свои. Итак, суп. Кипятим воду, вежим мельненько картошечку, отвариваем картошку. Так, после того, как сварилась картошка, посолили и добавили туда нарезанные сосиски. Пять минут покипело, добавляем зажарку. Зажарка это пережаренная лук и морковка на растительную массу. У меня есть заготовки в банках, поэтому просто пару ложек добавляем. И оставляем еще на пять минут. Так, сырок плавленый для супа с луком. Так, тоже нарезали маленькими кусочками горячо и закинули в суп. После того, как закинули сыр, хорошенечко можно перемешать, добавить каких-нибудь приправ по своему собственному вкусу. Прям две минутки выключаем и ждем, пока настоится сыр, который для супа, он расплавится и даст такой очень вкусный сырный, сырно-луковый привкус. Палюня, а что ты делаешь? Я? Ну, что делаешь-то, расскажи. Палу моет. Палу моет, Палюха, у нас. Так, пока суп варился, сделала заготовку на оливье. Большую кастрюлю. Надеюсь, нам хватит. Что хочу добавить? Вот печень трески, которую я покупала, красная цена вчера в магазине, по 54 рубля, она не целиковая, она таким паштетом. Обычно печень трески такие целые кусочки в масле, а это паштетом, поэтому такая дешевая. Теперь то, что касается фаршированных яиц. Яйца отварили, пополам порезали, желточек сложили отдельно, добавили майонез, печень трески перемешали и набили обратно. Очень вкусная получается закусочка, но жирная. Сразу хочу сказать, печень трески очень жирная, поэтому в больших количествах нельзя, а вот по чуть-чуть, по одному яичку, прекрасно. Так, кур замариновали. Мариновался, Санислав Юрьевич, с имбирем, соевым соусом. В общем, я точный состав не знаю, поэтому просто говорю вам, что куры уже готовы и, собственно, ждут гостей. Помидорки порезали, сырку потерли, добавили чеснок, майонез и зелень, петрушку, укроп перемешали, сверху разложили на помидорки. Чуть острое чесночком можно побольше, поменьше, но на любителя. С грибами, в принципе, все то же самое. Берем шампиньоны, вырезаем серединочку, меленько нарезаем, перемешиваем чесноком, сыром и майонезом и фаршируем грибы обратно. Сделала пополам, после чего их надо запечь в сыром виде, не надо есть, надо запечь примерно 20 минут при температуре где-то 180 градусов, чтобы все расплавилось, грибочки приготовились. Пополам разделила, это сейчас делаю, а это на завтрак к приезду родителей. Господа, хочу вам такой добрый совет дать, когда к вам приезжают люди с ночевкой в гости, постельное белье, постельные подушки, одеяло готовьте заранее. Потому что потом, во время, так сказать, торжества все это делать, ну, проблематично, поэтому подготовили заранее, сложили аккуратненько в уголочек, а когда спать, всем раздали и красота. Ну что, тем временем, у нас уже вечер, все мы приготовили, ждем гостей. Что за салат? А, собакам давай это я сейчас вот положу. Компот сейчас поставим варить на завтра. Ну, сегодня хватит, на завтра не хватит. А ты еще не варила. Что, смотри, вы что-то не провезла. А как же. Соление, варенье, красота. Что? Обзавидитесь. Обзавидитесь. Я же говорю, супчик всегда очень кстати. Вкусно. Что спрятался? Вкусно. Съедобненько. Едут, едут. И так надо говорить. Эх, прощай здоровье. Все, выключай, дальше пойдет нормативная лекция. Райок правильно, надо пометить сразу. Ха-ха. Здорово. Здорово. Добрались? Здравствуйте, товарищи. Ты еще трезвый? Да, они еще трезвые. Подарок мне несут. Здорово, Люка. Эти камеры чуть не уронила. Подарок мне несут. И тот же торт. Это еще не все. Как не все. Здорово. Я думал, ты горку купил. Привет. Привет. А я всех попросил бумаги купить. Думал, кто-нибудь забудет. Никто не забыл. У нас теперь бумаги на месяц. Ребенку дай привет хоть передам. Она будет смотреть. Людка, я просил передать привет. Вот мы тебе приветствуем. Передаем привет. Данил Алексеевич. Наше вам почтение. Папа, сейчас пройдет. Я тебе два купю. Кого? Торта. 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 Два. Класс. И немножечко водочки. Подожди, а это что? Что это? Это торт? Это прощай здоровье. Это прощай здоровье несут? Ел. Я же в ролике сказала, сколько ни бери, все равно два раз бегать. Ой, мамочки. Товарищи зрители, походу я сегодня вам ролик-то не смонтирую ни разу. Вообще ничего не смонтирую. Походу, да. Ну ладно. А это еще не вся водка, по-моему. Да ладно. У него багажник. Давайте Жанна покажу. Повареная, по-моему. Повареная, по-моему. Мам! Укройка, крыша на меня промежут. Через раз рюмки купим новую. А у меня есть, они на чердаке лежат. Даня! Вот ты... Даня! О, там Мишке скажет какую-то ерунду мне. Сама одень, попробуй, давай. При широкой поле, при знакомом тапуне, конь гулял на поле. Подожди! 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 Не, надо завязать. Не, надо завязать. Мам! Мам! Мы идем корову дай. Та-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Стас, ты будешь? Как это? Итак, Василек. Передаем, передаем привет. Васильку. «Я чё-то такую фишку не знаю…» «Продай Юльку твою» Ууууууууууу Ой Брять Ну надо устремиться к лучшему Ремонт лучшему